Всем привет! С вами Денис Мейджор, сегодня воскресенье и Супер Марио Мейкер! Начинаем с, надеюсь, легкого уровня по мотивам Кирби, ну просто чтобы разыграться. И пока я разыгрываюсь, хочу рассказать, можно сказать, новости. Так вот, я играл, ну кто смотрит мои стримы, я играл в этот четверг Супер Марио Саншайн. Он жаловался на управление, после чего, после того, как стрим закончился, я решил погуглить, с какими вообще еще, на каких еще геймпадах можно играть на геймкьюбе, ну на Wii, то есть в режиме эмуляции геймкьюба. Я погуглил, выяснил, что в принципе любой USB геймпад совместим, то есть вообще без проблем. Подключаешь его к порту USB-шному Wii и все. Я взял этот DualShock 4, подключил его USB кабелем. Единственное, что по Bluetooth не работает, то есть только по USB. Так, а здесь наверху ничего нет, только внизу. Да, ничего нет. Вот, подключил его, попробовал им играть, не получилось все равно. Ну, все равно как бы неудобно там, хотя получше немножко, мне кажется. Но, о чем я, собственно, еще хотел рассказать-то, я когда стал все это гуглить, я выяснил, что на самом деле играть в игры от геймкьюба с нативной эмуляцией можно даже имея Wii U. То есть, если у вас Wii U, то в принципе вы можете поставить туда Homebrew Channel от Nintendo, поставить Homebrew Channel так называемый... Не, ну Homebrew Channel не от Nintendo, конечно. Ну, Homebrew Channel, в общем. Это канал, ну, типа хранилища для запуска разных кастомных приложений. Так, давайте мы возьмем гриб просто, чтобы вот... Просто чтобы взять. Хочется мне взять этот гриб. Вот. И, соответственно, одно из Homebrew это... Nintendont, так называемая штука, которая как раз разблокирует эмуляцию геймкьюба, нативную эмуляцию геймкьюба, то есть полноценную, которая работает гораздо лучше, качественнее, чем эмулятор Dolphin. Например... Вот здесь, да, здесь такое место было. Ну ладно, сейчас пройдем. Вот. Единственное, что для установки этого Homebrew Channel должны были соблюдены два условия. Первое, это подходящая версия прошивки, но там пишут, что прошивка 5.5.1 подходит, то у меня вроде Wii U всегда обновлялась, и у нее всегда... Сейчас прошивка 5.5.1, а это значит, что с ней должны работать. Здесь, по-моему... А, нет, здесь не было... Здесь только гриб-жизнь. Гриб-жизнь мне не нужен. Так что идем обратно. Ну-ка, давай, иди отсюда. Вот. Соответственно, нужна еще одна из пяти игр. Я сейчас не помню точно, там Lego City... Ой, не, не Lego City, в смысле, это же на Wii, не на Wii U. Ой, я хотел на этот перепрыгнуть. Так, здесь надо что-то придумать. Короче, Lego Batman, по-моему... Еще что-то Lego. Три игрушки по Lego. Smash Bros. Brawl. И... Этот самый... Какая-то там... Что-то спорт, что-то там. О-о-о-о-о-о. Аааа, вот оно как. Короче, мне гриб вот тут надо взять. Вот, что я хотел. А, ну так это же Камик мне, по сути, добыл этот гриб. То есть, не так все просто. Да? Да, не так все просто. Блин, он убил мне камника. Слушайте, а может быть... Ну-ка, 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 ну-ка. Подождите, подождите, мне вот это интересно. Откуда оно взялось? Я даже за этим не следил. Мне интересно посмотреть. Я хочу посмотреть, что будет там слева. Прямо сразу пущу налево. Так, главное... Я чуть-чуть прыгнул. Жесть. Сейчас. Надо убить, короче, сначала двух камников, потому что они, блин, мешают. Я хочу реально посмотреть, что там есть. Я, наверное, перемотаю на успешный вариант. Так, вот, я убил камиков панцирем. И сейчас мы будем смотреть. По идее, сейчас не должно быть никаких от них пулек. Мел. Так, давай сюда. Ага. И... Во. Так, нет, рана. Вот. Так, и... Бежим сюда. Так, главное успеть. Вот так вот. Ага, все. Мы это сделали. Ну, просто чтобы было... Был запас по здоровью. Так сказать. Так. Ага. Так. Вот как еще. Опа. Хе-хе. Камик, можно сказать, совсем плохо сделал. Так, хорошо. Идем дальше. Аккуратно, аккуратно идем дальше. Но, тем не менее. Ну, так вот. То есть, на самом деле, конечно, с одной стороны, это не так просто все из-за того, что нужна определенная игра. Ой, я даже здесь ничего не потратил. Прикольно. Вот. Но... Если вы хотите ее добыть, то получается, можно без проблем играть на Wii U в любые игры Wii и Gamecube. Ну, опять же, суть в данном случае не в каком-то пиратстве, а просто в том, что, например, если у вас нет Wii, нет Gamecube, то вы на Gamecube вообще не можете играть. Только через эмулятор, когда эмуляция которого, в принципе, там, далеко не всегда адекватная. Вот. Поэтому, играя при помощи Wii U, если у вас есть Wii U, понимаете, что получается? Что Wii U, это действительно получается такая очень крутая консоль, в том числе благодаря взлому. Получается, может быть, из-за того, что Nintendo как бы уже забила на нее... Сейчас другой уровень найду и договорю. Вторая часть этого уровня, продолжаем, я продолжаю говорить. Так вот, из-за того, что Nintendo забила на Wii U, получается, они, может, и прошивку-то не обновляют из-за этого, может, даже не будут бороться с этим взломом. Но, тем более, этот взлом, он не позволяет играть в любые игры Wii U. То есть, не в этом фишка-то. Фишка именно в том, чтобы играть в игры Wii и Gamecube. Понимаете? То есть, на самом деле, я считаю, Nintendo вообще не должна за это переживать. Тем более, если, как мы уже знаем, они сами пиратские ромы используют для своих эмуляторов. Но! Так, подождите, а... Что-то странное, такие немножко конструкции. И почему я не Kirby, в конце концов? Вот. Исправились ситуацию. Так вот, потому что... Ну, что такого? Ну, слушайте, сейчас просто не найдешь нормальных дисков на Wii. На Gamecube я вообще молчу. То, что виртуал-консоль раздается, конечно, с одной стороны, там есть прикольные игры. Там есть и на Black Chronicles, там есть Zelda. Вот. Там есть Super Paper Mario. Ну, многие прикольные игры, но их все равно мало-мало. Вот. А так, благодаря этому моду, благодаря Homebrew Channel, именно в режиме эмуляции Wii, можно играть в игры Wii и Gamecube, ну, поставив Nintendont. Вот. То есть, я при него почитал про этот Nintendont. Оказывается, то есть, по сути, эмуляция Gamecube, возможно, даже у тех Wii, у которых нету вот этих слотов для геймпада геймкюбовского. Просто единственное, что геймпад геймкюбовский вы используете не можете, должны использовать какой-то другой. Ну, USB-шные геймпады подходят. Wii U-шные геймпады вроде не подходят, но USB-геймпады вроде стандартные. То есть, стандартный протокол, этот хит, который, по идее, должен поддерживаться любым USB-геймпадом. Но единственное, что почему-то у меня Xbox-овый геймпад, который обычно у меня тоже по USB без проблем работает, там, с Recalbox, например, с чем угодно именно по USB. Вот. Почему-то он меня не потянул, но без проблем увиделся DualShock 4. Ну, а мы переходим к следующему уровню. Уровень подписчика Luigi 1.8. Битва с боссом. Что-то довольно... Большой уровень для только битвы с боссом. Видимо, здесь еще и битва с боссом. Или это долгая битва с боссом, как мы, например, видели, как у вас супер-бомми как-то что-то там. Я не помню уже, но помните, где такой гигантский малыш Боузер ходил в виде робота какого-то? Непонятно ничего. Вот. Так, я не буду... Эй, как некрасиво. Опс, хотел в другую сторону, теперь я там могу пройти. А давайте теперь я тут пойду. Может быть так можно. Вот. Так, а это что? Ммм, это странная конструкция. Странная конструкция. Хорошо, я вернулся обратно. И что мне это дало? То есть мне нужно в любом случае зайти, видимо, в эту дверь. Если бы у меня был цветочек, я бы, наверное, мог подпалить. Так. Ага, ну-ка, вот сейчас мы вот так сделаем. Так, подожди. Ага. Так, вот, в принципе. Ага. Лучше вот эту снести, потому что она... Ну, в принципе, должен Марио зайти в трубу, но мало ли. Вот. Заходим. Короче, заканчиваю разговор про Wii U и поддержку геймкуба. Во-первых, то есть Wii U действительно получается такая ультимейт-консоль, в которой есть, блин, всё. И они её забросили, показал. Вот. И единственное, что придётся погеморроиться. Так. Окей. А куда мне... А что мне брать? Так, смотрите, что надо попробовать сделать. Надо взять бомбу где-нибудь вот здесь. Так. Далеко. Далеко, далеко. Я думаю, он что-то забыл, что он не спустится сюда. Во-о-о-о-от, так. Ага. И вот идём сюда. Ну, потому что там бы я не смог... Ой, нет. Ой, это плохо. Это плохо! Как... Что мне делать? Ну вот это, видимо, больше мне нечего делать. И все. И я здесь застрял. А зачем так сделано, чтобы я здесь застрял? Неправильно. Зачем так делать? Нужно быть маленьким, поэтому мы что сделаем? Мы взорвем бомбу в руках. Это нам, с одной стороны, гарантирует то, что бомба взорвется где надо. С другой стороны, это гарантирует нам то, что я буду маленький. Просто здесь не надо прыгать. Так, вот, мы идем прямо. Проходим чекпоинт. Так, хорошо. Видимо, все. И все? Нет, видимо, это не все. Ага, тут у нас Боузер. Дай мне, пожалуйста, вот тот грибочек. Не угодно ли тебе подвинуться и дать мне вот этот грибочек. Так, смотрите, здесь нужно, как в скролл-шутерах, подальше немножко отойти. Вот так вот. Не получилось. Так, хорошо. Грибочек. Грибочек дай. Что жадный такой? Где гриб? Так, гриб летит. Гриб. Так, хорошо. Надо попробовать его перепрыгнуть. Не получилось. Гриб. Кстати, это прикольно здесь что-то сделано. То, что гриб сначала уезжает туда. То есть, не можешь его взять прям сразу. Еееее! Я его перепрыгнул. Вот так вот надо с этими боссами. Я его просто перепрыгну. Давайте дальше посмотрим, что есть. Нинтендо. Написан у меня уровень на время. На время. Хорошо, на время так на время. Давайте бежать, видимо. Раз уровень на время. Опа. О, вот это жесть. Так, и что здесь будет? Так, у меня же все еще время, я напомню, да? То есть, то, что я там захожу в другие места, никоим образом мне не помогает. Вот, сюда идем. Бежим. А, наверное, мне нужно было нажать кнопку П. Я тут подумал, что, наверное, мне нужно было нажать кнопку П. Окей, уровни на время, в принципе, я люблю. Несмотря какие, конечно. Не все подряд. Не все подряд. Но посмотрим. Посмотрим. Ой, я же в прошлый раз правильно все сделал. В этот раз неправильно все сделал. Так, мне бывает. Вот в первый раз делаешь правильно, потом делаешь неправильно. Правильно. Ой. Вот и тогда вот тоже в первый раз я все правильно сделал. Так. Ага. Ага. Вот здесь просто надо большую скорость иметь. Тогда можно перепрыгнуть эту штуку. Мне это тоже, кстати, напоминает немножко Супер Мидбой. Ну, с другой стороны, Супер Мидбой это такой Супер Марио Бросс, только такой более брутальный, что ли, получается, да? Да. Даже СМБ. Аббревиатура точно такая же. Супер Мидбой, Супер Марио Бросс. И вот. Ага. Идем сюда. Так. Ага. Подождите. А точно ли у меня? Да. Да. Нельзя мне. Нельзя никак. То есть надо вернуться и все-таки нажать эту кнопку. Я подумал, что вдруг без нее сработает. Мало ли для чего. Может, она для бонуса какой-нибудь, который бы мне был не нужен. Ну. Вот так. Прям плавнее, чтобы зайти. Смотри так. Так. Потом здесь берем вот так. Ну вот. Если бы этот гумба был дальше, по идее, можно было бы его даже использовать для того, чтобы перепрыгнуть. То есть как ускорение такое использовать. Так. Ага. Заходим в дверь. И бежим, 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 бежим. Заходим в трубу. Интересно. А вдруг на самом деле мне не нужно было в трубу? Так. Время кончается. Но я нашел флаг и у меня еще дофига времени. Так. Раз уровень был короткий, давайте посмотрим последний уровень подписчика Луиджи и потом перейдем к другим уровням. Уровень супер пружины. Я надеюсь, что это не такие супер пружины, как в Super Mario Galaxy у меня тогда были. Но посмотрим. Посмотрим. Так. А-а-а. А-а-а. Я-то думал, что надо. Я думал, что есть какой-то трюк, как сквозь них пройти. То есть нужно просто дождаться, пока они на час упадут. Окей. Что же будет дальше? Мне уже прям даже интересно, что же может быть дальше. Так. А, подождите. Нет. Надо было его цветочком подпалить. Я что-то как-то не сразу... Ладно, сейчас. Снова. Туда и сюда. Идем. Бежим. Нормально. Будет. Надеюсь. Так. Взрываются. Бежим. Берем цветок. Заходим в дверь. Поджигаем. Значит. И как ее поджечь? Все. Поджег. И... Бдыщ. Так. Ага. Так. Окей. А как мне... И как мне... В принципе, вот, уже можно пробовать начинать. Ага. Раз. Так. И двадцать. Вот. Так. Соответственно... Вот управление. Марио, конечно, там всегда странно. То есть, когда ты падаешь, ты не всегда можешь просто... За счет того, что ты давишь в сторону, ты не всегда можешь зайти в какую-то нишу. Знаете, что мне здесь кажется? Что на самом деле должно работать не так. Что на самом деле должно как-то сработать. Что просто от взрыва эта штука, панцирь, уже улетит туда. А я просто вернусь. Ну, вот, смотрите. Если я вернусь сюда, будет ли здесь... Видите? Там наверху уже нету. Вот. Вот. Вот что должно быть. Вот как это должно работать. То есть, я должен был вернуться. Но тут не очевидно очень сделано. И, то есть, мне кажется, механика, она периодически не срабатывает. Просто вот именно из-за этого. Так. Гриб. И что мне с этим грибом сделать? Супер. И как? Типа, я должен быть большой или что? Так. Ну, здесь понятно. Так. Я прям на каждый пиксель поднимаюсь и проверяю. А можно ли там при этом будет? Понятно. Понятно. Ну, это такой уровень из головоломки. Ну, в принципе, окей. Становится понятно. Главное, именно главный вопрос, как действовать. Был. Сейчас понятно, как действовать. Но, видите, здесь все равно маленьким не получится. То есть, нужно именно... Ой, наоборот, большим не получится. Нужно именно маленьким ходить. Потому что... Вот как-то... Так. Вот. Ага. Видите, здесь я не могу пройти. Не могу пройти. Вот. Уходим отсюда. Так. Смотрите. Получается, нужно сначала туда идти вот сюда. Видимо, так. Ага. Так. А что там меня панцирь какой-то убил? Да? Так. Хорошо. А вот, кстати, на себя я его надеть не смогу. Так. Хорошо. Так. Ага. Я прыгнул. Я прыгнул. Так. А как... Как бы с ней тогда бороться-то? Ведь она так и будет там... Ну, только остановить. Но я прыгнул. Так. Дойду туда сейчас. Быстро. В принципе, понятно, как до туда дойти. Это не так много времени занимает. Сейчас попробуем. Главное, чтобы это взорвалось. Все. Это взрывается. Идем отсюда. И теперь ждем пока, но... Ага. Так. Хорошо. Бежим. Вот. Так, смотрите, значит, спрятаться здесь действительно будет некуда. Если я сейчас гриб выбью, то все. Мне нужно гриб потом выбить. Вот это тоже не очевидно. То есть, получается, если я выбью гриб раньше, то все, он сломается и не работает. Ну, и не сработает. Все, придется опять перезапускать уровень, умирать там или что. И почему уровень называется там про пружины, если, по сути, пружины это здесь такое. Так. Ага. Фу. Так, а вот это зря. Так. Ага. Вот. Вот. Вот это, значит, мысль. Все, чекпоинт. Мы хотя бы чекпоинт нашли. О, у нас еши. Так, подождите. А помимо того, что я могу зайти в эту трубу, что-то еще могу сделать? Ну так, на всякий случай. Просто вдруг мог бы. Нет, не могу. Идем дальше. О. О. Сейчас. Сейчас. Так, значит, мы еши. Мы теперь еши. Так. Так. Ага. То есть здесь у нас просто блокировка. Так. Ага. Нет, а видимо... А, нужно, видимо, успеть. Да? Я так понимаю. Потому что здесь... Уи. Ничего нет. Пробуем еще раз. Надо успеть. Надо обогнать все эти пружины. И, по идее, тогда я пройду этот уровень. Да? Получается так. Все. Здесь можно перепрыгнуть вот это место. То есть не обязательно останавливаться на этой штуке. Можно перепрыгнуть просто, чтобы сэкономить время. Вот. Смотрите. Сейчас мы это попробуем. Прямо с последнего пикселя, если прыгаете. Ииии. Упс. Так. Все. Я зашел в трубу. Потому что если бы я не... А, все. И конец уровня. Ну, прикольно, конечно, но смысл было здесь чекпоинт ставить. А, ну, в том смысле, что да. Ну, это опять же возвращаясь к тому, что приходится перезапускать уровень. Или специально умирать, если ты сломал какой-то пазл. Так. Ну, мы идем дальше. Возвращаясь к сложным уровням. И к Йоши. Мне тут прислали уровень. Не знаю, чей. Написано. Сакрифайз Йоши. Типа пожертвуй Йоши. Я не помню, чтобы я такой уровень проходил. То есть, видимо... Или проходил. Ну, если даже проходил, то давно. Если проходил, напишите мне точно, ли я проходил. Я знаю, что некоторые мои подписчики лучше меня знают, проходил ли я какие-то уровни или нет. А, подождите. Да, понятно. Понятно, что нужно делать. Да, 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 да. Ага. Так, хорошо. Так. Ага. Вот, видите, указатели. Я к чему говорю. То есть, механика не очевидна. Но для этого существуют указатели, чтобы понять. Вот здесь, например, два указателя вправо. Я так понимаю, означает, что мне нужно бежать. Потому что я могу не успеть. Могу не успеть. И тогда... Вот. Так. И мне, видимо, специально дали одного Йоши. Подождите. А труба... А труба не нужна? Точно? А, труба, видимо, перезапуск какой-то. Вот. Скорее всего, труба перезапуск. Я не проверял, но я почти уверен, что это именно так. Это как раз к тому, что да. Вот. Вот так. Ага. Так. Музычка такая. Так, хорошо. А что делать? Ой. Ой, меня сейчас убьют. И... Ааа. Меня сейчас убьют. Чикпоинта не было, да? Ну, сейчас до сюда дойдем. Вот тут немножко непонятно. Ага. Так. То есть уровень про то, как ты постоянно жертвуешь Йоши. Такая драма, можно сказать. Но здесь, смотрите, на уровне можно много прикольных мелочей. То есть стоит Йоши не просто, а на подставке. То есть это... Ну, это чисто визуально, понятно, что ни на что не влияет. Но то, как это сделано, ну, мне кажется, это прикольно. Вот. Угу. Вот. Просто вот если бы не эти подсказки, ну, в принципе, наверное, с раз 50-го ты догадаешься, что делать. Но вот сразу, по-моему, совсем не очевидно. Вот. Поэтому... Это хорошо, что они есть. То есть, на мой взгляд, это правильно. Правильно. Так, смотрите. Прыгаем сюда. Прыгаем сюда. И прыгаем на Йоши. Теперь прыгаем наверх. Мы Йоши все равно теряем. Но мы снова находим нового Йоши. Много способов, как пожертвовать Йоши. Так, хорошо. Вот оно, это место. Тут вот... Я вот пытаюсь... Подожди. Или вот. А-а-а! Все! То есть стрелки все-таки вверх нарисованы. В смысле, что мне нужно было наверх. Но здесь вот они нарисованы, так что у нас они не совсем очевидны. Во! Во-во-во-во-во-во! Так. Ага. И бежим. Так. Смотри. А, нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Была другая идея. Я думал, наоборот, нужно дождаться, пока заменится. А почему, кстати, нельзя? Но, ладно. Понятно. Ну, блин. Вот чекпоинты, конечно, могли бы поставить. Нет, ну, в принципе, уровень... Я бы не сказал, что... Ну, я еще до конца не дошел. Радно выносить суждения. Сложный, он легкий там или какой. Но прикольно. Вот видите, я даже так вот научился прям. Сразу прям. Прыгать. Ой. А вот это... А вот это я раньше времени сделал тут. Главное, не перепутать, где какое место. Где, когда нужно с Йоши прыгать. По-моему, я не проходил этот уровень. Я что-то не помню. Я помню, похоже, механика где-то была. Но, по-моему, чтобы вот прям вот именно этот уровень, по-моему, нет. Но и смотрите, как сделан левел дизайн. То есть тебя учат постепенно. Учат тому, что ты можешь делать с помощью Йоши. Так вот, левел дизайн хорошо сделан. То есть как то, про что вот как раз я говорил. То есть сначала тебе показывают какие-то простые механики. Во-первых, с самого начала, да, в самом начале тебе демонстрируют в принципе, что будет в этом уровне То есть ты можешь составить какое-то уже впечатление там, да, ожидание Дальше тебя учат сначала легким фишкам, потом сложно Вот здесь нужно догнать Ёж, не совсем, мне кажется, можно сказать, немного лишний элемент Но он несложный, но может быть, кстати, именно поэтому лишний, потому что он несложный Но, тем не менее, так, идем наверх, здесь берем нового Ёши Идем снова наверх, мы его тут же теряем, тут же теряем, Карл, мы теряем его И что нам нужно здесь? Прыгаем наверх Вот, чекпоин вот здесь где-то не помешал Вот прямо там вот, да, вот прыгаешь, или вот здесь вот, например Так, хорошо Бежим вперед Какой отстой! Это я вообще случайно совсем сейчас перемотаю до сюда Так, я в этом месте нахожусь, ну практически, практически Так, и вот оно, вот оно Так Так Я так понимаю, нужно как можно быстро оттуда свалить, подождите-ка Вот чекпоинта нет Этот уровень сложный, потому что здесь нет чекпоинта Вот единственный косяк того уровня Так И что, а-а-а-а Я должен полететь Возвращаемся к битве с Боузером-младшим Короче, этот метод у нас, конечно, работает но вот нужно повыше это делать так и вот так летим вот здесь зачем у меня а так и я помню 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 зачем ну не успел и что то есть в этом уровне тоже такая фигел хвалил 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 за его level design нет это плохой level design вот это вот место и что и чекпоинта нет понимаешь что вы смотрите все в перемотке но я-то нет и что мне теперь возвращаться и так buzzer младший него нужно забить так смотрите а чё сделаю 1 2 так и 3 вот так так вот сделаю так значит самое сложное здесь смотрите что я сделаю я сделаю вот такие припаркую где-нибудь здесь тогда и вот так вот вот ага так хорошо у фу-фу это что конец это конец уровня сейчас я беру я прошел этот уровень нет уровень классный и скорее всего из-за того ну почему нет чекпоинта потому что скорее всего человек которого делал он делал очень давно видимо на заре то что если нет тогда это в минус но один косяк очевидно здесь есть это вот вот эта штука то есть если ты не успел то у тебя нет возможности перезапустить от немножко диссонирует со всем остальным уровнем где ты можешь перезапускать какие-то вещи помните даже где-то удираешь от ёж там есть труба ты можешь не зайти ну я правда не пробовал но как я понял это так работает ну ладно идем дальше возвращаясь к сложным уровнем еще уровень от моего из моих подписчиков по игре байри новый зак я думаю все знаете эту игру и на свитч кстати есть версии ребер который правда сложно купить россии потому что продается только на картридже но если что она есть в американском и шопе знайте это то есть если вы хотите именно электронную версию то российской версии пока электронной нет но есть версия в ешопе так я вот думаю я вот на самом деле просто в игру не играл и я поэтому не знаю что меня примерно ждет если там с андертейлом я примерно понял что меня в принципе может ожидать да там с какими-то другими игры там катмарио понятно что тебя может ожидать здесь я не знаю что меня может ожидать какого рода засады я знаю что игру тоже принципе относят хардкорной хотя вроде бы она является чем-то похожим на legend of zelda ну мне рассказывали тоже так вот а почему я снизу не мог это сделать снизу нельзя это сделать пробуем пробуем снова я знаете что подумал в принципе же можно взять бомбу но не эту конкретно но в принципе можно же взять бомбу и знаете что сделать взорвать дальнюю вот эту перегра перегородку вот такую я щас по а я же не могу ее взять я в руки не могу взять так дурацкие черепахи которых мы давно не видели на самом деле так вот вот она взрывает отлично может быть мне понятно во так будет гораздо прочь то есть возможно в этом и расчет так хорошо так давай двигайся так камика мне бы тоже а шо их здесь много этих камиков аккуратно нет денис зачем так а что-то наверху было я что-то хотел ударить и и и вообще и вот как я не люблю это так атаку уже прыгнула и на тебя летит а жесть так хорошо 5 поинтов нет да нигде хорошо вот вам всем можно штаб и делать но в общем взять эту самую панцирь все равно они панцирь бомбу взорвать вот там это хорошая идея я в этом убедился так хорошо взрываем бомбу так она взрывается я иду и беру понимаешь ли звезду возвращаюсь сюда вот так не работает да так сейчас подождите да но но вот так хорошо и я хочу в камика попасть можно мне в камика почему него не попадают вот 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 все во всех попал всем раздал кому надо так иди сюда иди сюда хорошо иди сюда иди сюда так вот а что у нас здесь непонятно так здесь я так понял да ну не в ту сторону нет ну вот такие засады такие а так и и надо спасаться от как почему-то на меня прямо на меня должна упасть да так и мы пытаемся взорвать взрывать правильно бомбы и при этом выжить самостоятельно тоже так ага есть да да это получилось это получилось так и что теперь может не чекпоинт бы дали какой-нибудь мне кажется чекпоинт был бы здесь очень а вот чекпоинт отлично и у меня есть у меня и все что нужно для полного счастья у меня есть анти дурацкой черепаховая стрелялка упс да ну дурацкой черепаха смотрите как клёво то есть вот так вот и сначала отнимается сапог потом отнимается все остальное так но это эти мне не страшны именно потому что у меня есть стрелялка этот мне страшен несмотря на то что у меня есть стрелялка потому что вот так сейчас делаем очень аккуратно надо было но у меня получилось так хорошо монетки здесь нужно еще и монетки собирать так пометуя предыдущий опыта хорошо пойду-ка я сюда я ж в это не играл сам байнинов за я не знаю как там надо чего-то хорошо но это тоже дополнительное здоровье то есть так идеи не получилось ага и вот теперь мне ну видимо нужно видимо нужно вот так вот сделать нет я надеялся успеть отстой какой надо было ту монетку цапнуть а это зачем понятно интересно торопчик поинта здесь видимо не будет да и этом пиксели даже не соприкоснулся с ним что за стоит а я тут вот решил прокачаться по полной взять еще и сапог так но бомба защищает главное этого так ладно пойду я от него в принципе он мне не нужен этот черепаха это дурацкая так хорошо идем вот так идем дальше и очень плохо очень плохо так можем зайти сюда не помнишь что здесь да здесь у нас по сути еще одна единица здоровья попутно служащие нам этаким ну вот так ага и вот здесь вот все вспомнил здесь у нас начинается вот эта фигня нужно просто увара просто уворачиваться не получится так понятно надо просто ходить туда-сюда итак я уже такой смотрите прям прокачанный прям так сейчас подождите мне нужно этого-то оставить живых панцирь мне нужен потому что вот для чего так иди отсюда вот так и теперь мы заходим сюда с этим и бороться никак по-моему не можем а вот так можем смотрите как может вообще вот так вот сесть и ждать пока он сам и закончится этой работой так ага и теперь у нас я напомню так а подождите я а вот сюда я могу пройти так а чё туда звезда туда непонятно я же не играл я не знаю может быть и без этого всего можно пройти или как так у меня единственное что а смотрите что я могу сделать раз едва то есть благодаря этому я становлюсь сильнее то есть я уже могу делать вот так что меня здесь ждет так смотрите что меня здесь ждет здесь а я вообще укомплектован по полной какая жесть так подождите а чё делать то какая жесть какая жесть а что делать то а убежать кто же знал нет я сейчас это не буду перематывать от пройдешь вы смотрели а то чё я один страдаю страдать вместе со мной вот так значит берем тратим значит гриб на то чтобы убить этих черепах убиваем вот этих самых монетку лучше не брать от нее он становится пьяным таким узнать вот здесь мы берем значит цветок и еще одну монетку и ключ в общем ног здесь берем уходим отсюда и прыгаем наверх сюда и так сейчас почему-то у меня рач и минуточку это получалось с первого раза у меня получалось вот прыгаем наверх сейчас объясню зачем здесь мы берем туфлю благодаря туфли мы идем сюда просто туфля нам сейчас поможет но это опять же лишний который никогда не лишний вот лишний вот что вот видите еще и вот так то есть но это не всегда получается конечно но это может получаться если играть очень аккуратно так здесь опять же не очень удобно дальних но иногда я их и не стреляю на самом деле вот так так-так-так-так-так-так-так а ладно интересно а так я этих же мог не могу подбить да вот этих вот собачек получается не могу подбить так хорошо берем тот самый вот взяли теперь теперь мы вот здесь вот у нас хорошо что я сохранил цветок потому что если не сохранить цветок то здесь стабильно теряешь еще и гриб потому что так вот этот нам нужен ага сейчас мы этого убьем чтобы он нагло внезапно не свалился ладно так и идем значит дверь здесь у нас вот такая фигня опа как-то получил а я понял то что бабах по нему попал хорошо хорошо так берем понимаешь ли самое принципе смотрите здесь даже можно было бы и без шлема спастись но шлем дополнительно помогает дополнительно защита так здесь мы снимаем этот шлем надеваем новый шлем не знаю зачем на самом деле но вдруг пригодится и идем направо держи нигде ничего не могу разбить а вот здесь могу разбить так надеваем туфлю и вот это жесткое место так а вы не перестала что ли вот вот обязательно обязательно хух я прошел какое-то жесткое место что мне здесь осталось все я прошел наконец-то этот уровень кошмар и долго его проходил вы не знаете как долго его проходил так но и напоследок я думаю уже буду заканчивать потому что они отдавайте какой-нибудь легкий один уровень и музыкальный один хочу показать или два даже короче вот там наоборот получается этот будет музыкальным а следующий будет автоматический уровень необычный увидите почему но сначала смотрим музыкальный так откладываю геймпад ай вдруг мне здесь двигаться смотрим гармошка как видите нельзя откладывать геймпад я умер на музыкальном уровне вообще бежать буду вот так не все но то получается доигрались я тогда буду просто в провожать так вот когда мелодию неплохо сделано все нет все так а что туда можно и вниз спать а вниз зачем переслушать интересно это как бы то есть это уже не совсем музыкальный уровень а это типа если ты хочешь поиграть значит музыкальный уровень тогда иди вниз да если не хочешь а если хочешь поиграть в обычный уровень не музыкальный иди вниз если не хочешь тогда иди вверх а я смогу насквозь пройти зачем я так сделал так хорошо нормально за это играем музыкальный уровень так по идее здесь можно все эти штуки собрать и зайти тогда но я понял где флаг надо короче через этот пройти я просто застрял там сейчас мы не застрянем не сейчас вот следующий раз но я же не застрял не застрял все но сейчас мы точно не застряем и пройдем музыкальный уровень ха-ха смешно так вот потому что эти штуки они немножко сбивают все все так и сейчас я хочу показать один уровень на самом деле его покажу сейчас необычным немножко способом дело в том что этот уровень да да вот этот вот самый это уровень я нашел на 3d ски когда запустила супер марио мейкер посмотреть что там вообще имеется но а поскольку я вообще думал сейчас сохраню этот уровень посмотрю как-то на view код его найду нельзя до сих пор даже выцепить к сожалению код этот уровень и посмотрите какой он классный это автоматический уровень один из лучших автоматических уровней что я видел а просто даже умолкаю что мы посмотрели сегодня с вами много клёвых уровней на супер марио мейкер даже один на супер марио мейкер для 3d ски заодно узнали что 3d ска по-прежнему имеет неполноценный супер марио мейкер хотя прикольный уровень и найти в нем случайно совершенно можно напоминаю что каждое воскресенье я снимаю супер марио мейкер в остальное время на этом канале выходят различные обзоры инструкции первые взгляды и все прочее а на канале для стримов ссылка в описании стримы ну когда как когда два раза недели когда три ну когда есть что стримить я стараюсь стримить так что обязательно подписывайтесь на этот канал чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях ну и подписывайтесь на канал для стримов чтобы не пропускать стримы и подписывайтесь на группу вконтакте чтобы следить за новостями если вам удобно вконтакте если нет я есть еще в твиттере ну и на самом деле в группе вайске тоже и спасибо что были со мной до новых встреч пока